Всем привет! Это влог для того, чтобы с вами пообщаться, рассказать о каких-то своих новостях. Он обычно не содержательный такой влог, но, слушайте, слушайте, ну что поделать, нам нельзя терять контакт, согласитесь. Итак, что? Закончился учебный год, Вероника окончила второй класс, кто не был на прямом эфире, дело в том, что Вероника прям ворвалась в мой прямой эфир, она пришла с последнего учебного дня с результатами, с грамотами и так далее. У Вероники одна четверка по русскому языку, и, ну, я ждала две четверки, я думала, что еще будет по математике, но по математике вышла пятерка, что меня вообще безумно порадовало, это не моя наследственность. Ну, типа, я прям вот гуманитарий-гуманитарий. Давайте так, когда мы так говорим, мы как будто оскорбляем гуманитариев. Нет, я не математик, вот правильнее так будет сказать, у меня совершенно не математический склад ума, а у Вероники похоже, что так. Она не может понять, зачем расписывать условия, зачем, если она может назвать ответ на задачу, вот, сразу, сходу, зачем. И, ну, это так забавно, это настолько отличается от моего мироощущения. Я, наоборот, расписать условия, потому что я оттягиваю момент до необходимости решения, собственно, этой задачи. Завтра у Вероники последний день в школе, и мы делаем бьюти-процедуру. Что мы делаем, дочь? Маникюр. Да, мы делаем, Вероники, маникюр. Мы сделали вот такие розовые ноготочки. Можно я покажу? Оттенком 113. Оттенком 113, но не хочет фокусироваться. Вот, финиш-глосс. Кто это? Арт-визаж. Вот. Потом еще покроем топом, но перед этим мы наклеим... Наклеечки. Наклеечки, Вероника выбрала. Вот такие наклеечки. И потом, когда уже все высохнет, мы кутикулку намажем маслом. Вот. Такие у нас воскресенье, 8 утра, а мы с Вероникой занимаемся красотой. В следующем учебном году есть тотальная проблема для меня. Ну, я пытаюсь это принять, я пытаюсь перестать беспокоиться. Я просто, вы знаете, как дождь. Сейчас, кстати, в Краснодаре сезон дождей. Вот, я пытаюсь как дождь. Это просто погодное явление. Я просто это принимаю. Дело в том, что в следующем году я мало того, что в родительском комитете, я еще и председатель родительского комитета. Блин, я настолько хотела избежать этой участи, но я такая, так, класс невыпускной. Ксюша, это надо просто пережить. Прими это как данность. Да ничего страшного. Ну, короче, вот я не знаю. Напишите, пожалуйста, кто был в родительском комитете. Точнее, я в родительском комитете уже была и не была председателем никогда. Кто был, напишите, пожалуйста. Безумно интересно, как с этим справляться, скажем так. Я закончила учебу свою. Да, я сдала итоговую аттестацию. Какое счастье. Сейчас я просто жду, когда мне по почте придут мои документы о повышении квалификации. Напоминаю, я училась на курсе семейные кризисы, конфликты и измены. Безумно интересно. Я прям кайфанула. То есть бывает обучение, я себя держу в тонусе все время. Все время чему-то учусь для того, чтобы у меня мозг был такой, знаете, подвижный. Не хочу замирать, потому что нужно постоянно двигаться, чтобы новые нейронные связи образовывались и так далее. И бывает обучение, просто вот я такая, ну надо, это надо сделать. А тут я прям наслаждалась. Это безумно интересно. Конечно, семейные кризисы – это бесконечная как будто бы тема. Но теперь в моей голове это все достаточно структурировано. Кайф. Мне понравилось. Вопрос измен тоже. Забавно, как преподносят преподаватели эту тему, да. Сразу видна их позиция. На мой взгляд, все-таки преподаватель должен занимать нейтральную позицию. А у нас такая, знаете, классическая позиция в отношении измен. Хотя, на мой взгляд, это не совсем современно. Я не знаю, в который раз, наверное, типа десятый, пересматриваю сериал «Друзья». Поднимает мне очень настроение. И хочу вам показать, потому что в пустые баночки попадет не скоро, а сейчас лето, кожа жирнится, прыщи высыпаются. Короче, как будто бы актуально. Итак, что я приобрела? Дело в том, что меня высыпало прыщами. Причем там на висках, на лбу. Ну, то есть места, которые потеют, это не прыщи, связанные там с какими-то гормональными проблемами или с питанием. Нет, это вот просто не тот уход, который был нужен. Итак, я купила вот такой вишинормодерм умывашка. Она на Озоне или на Вайлберрис, не помню. Она была по скидке, потому что к ней еще приклеивалось крем-флюид, по-моему, так называется. Крем-гель тоже для жирной кожи. Солнцезащитный, с SPF 50. И вот они вместе шли задешево. Я ничего пока про этот SPF сказать не могу, мало тестирую. А вот про вот эту умывашку могу говорить, потому что это моя умывашка такая третья, наверное. Но у меня были в большом формате, вот такие, знаете, с дозатором. Это очень хорошая умывашка, если у вас проблемы с воспалениями на лице. Она крутая, она классно работает, имейте в виду. Еще из специализированного ухода такого я в подружке приобрела вот такую маску. Она была в коробочке. Бренд называется Самби Май, наверное. Не знаю, наверное. Ну вот просто запомните, Супер Мачо Пор Клин Клей Маск. Это глиняная маска. Сейчас покажу. Там еще вот такая штучка лежала, но я ей не пользуюсь. Я руками набираю. Еще была заглушка, но я ее выкинула. Сейчас, секунду. Там была заглушка, но я ее выкинула. Давайте, я сейчас в ней сижу, в этой маске, поэтому решила вам показать. Вот так она выглядит. Мне обещали, что она не застывает на лице. То есть она и подсушивает воспаление, а при этом не пересушивает кожу. Ну, вранье, конечно же. Все она пересушивает. Но, вы знаете, когда есть вопрос воспалений, их не надо подкармливать питательными масками. Конечно, нужно снимать воспаление. И вот эта маска отлично справляется с очищением пор, с воздействием на прыщички. 10-15 минут нужно выдержать. 100 грамм ее здесь. Если она у вас на лице засохла очень быстро... Блин, как сейчас кто-то бесится, что я не могу закрутить одной рукой. Если она у вас на лице высохла очень быстро, этого нельзя допускать. Нужно ее смочить термальной водой, просто водой из-под крана попшикать на себя. Нельзя допускать высыхания глиняной маски на лице. Вот. И самое интересное... Что там моя кошечка плачет? Не плачь, моя кошечка. Что такое? Извините, кошка что-то начала плакать. Вот такая прелесть. В квадратной банке пэды для очистки пор с салициловой кислотой и цинтеллой. То есть они якобы направлены на очищение пор. Но они действительно классно борются именно с воспалениями. За счет, я думаю... Да, салициловая кислота отшелушивает и снимает воспаление. И... Как она зовется, господи? Цинтелла успокаивает воспаление. Вообще все, что с цинтеллой, на моей коже работает на ура. Как это выглядит? По-моему, это очарование. То есть здесь пинцет, которым можно... Видите, как он классно придуман. И здесь сами пэды. Так они выглядят. Это все так эстетично. На туалетном столике. Ну, у меня в ванной. Классно работают. Разумеется, с ними SPF нужен. Пощипывают. Особенно в местах, где есть раздражение, воспаляшки. Прям есть вот это ощущение. Как, знаете, от чего? От лосьона клиник от воспалений. Вот. Ну, короче, не знаю, кому это нравится. Мне нравится. У меня, когда воспаляется кожа, когда появляются прыщи, мне нужно именно такое воздействие. Все вот эти щадящие методы не работают. Мои прыщи просто так постепенно уходят под кожу. И все. А мне нужно, чтобы они созрели. Их можно было убрать. Вот такая история. Три моих помощника просто захотелось с вами поделиться. Вот этот, кстати, я в подружке брала. Да. Цену не помню, но я брала по скидкам. Классная штука. Они там, кстати, разные вот эти бывают. Пэды. 21 июня у меня сдача в киношколе экзамена по актерскому мастерству. Я не волнуюсь, честно вам скажу, совершенно какой смысл. Перед показом нужно работать, нужно трудиться. Волноваться можно там за полчаса до показа начинать и все. До этого нужно сдерживать свое волнение и просто работать, просто пахать. Чем я сейчас, собственно, и займусь. Ну, ребята, я просто не могу вам это не показать. Я уже рассказывала в эфире. Кто смотрел, тот смотрел. Ну, теперь мне, наконец, пришли тапочки для похудения. Это тапочки-тренажеры, так называемые. Вот так они выглядят. Это размер у меня 36-38, самый маленький. По-моему, здесь непонятно на какую ногу. На любую, да, наверное. Суть в чем? Из-за вот такой формы подошву вы надеваете, делаете упражнение. 15 минут в день носите и подтягиваются икроножные мышцы, бедра, ягодицы. Такой эффект венотоника оказывается. Короче, ну, просто спасение. Я не знаю. Смотрите, будьте внимательны. Они стоят от 3 тысяч до, по-моему, 700 рублей. Вот я взяла за 700 рублей. И смотрите, в приличной коробке пришло, да, и вот, ну, за 700 рублей не жалко, не катастрофично. Если бы я 3 тысячи отдала, наверное, я бы грустила. Сейчас попробуем. Так у меня кошечка, видите, лежит, сторожит. Я не уверена, что я вообще... О, боже, боже, надо за что-то держаться. Это кошмар. Ну, вы знаете, у них узкий носик. Моим пальцем не очень удобно раскладываться. Странно это все выглядит со стороны. Ну, то есть, о, боже, в них очень тяжело стоять даже. Держает равновесие. Ну, я попробую поперекатываться. Если через время я буду красоткой с шикарными бразильскими ягодицами, то, знаете, это все волшебные тапки. Это баловство, конечно, понятно. Блин, ну, приколдесс, согласитесь. В театре у нас прошел корпоратив. Нашему театру исполнилось 5 лет. Разумеется, я не все 5 лет в театре. Но 4, получается, да, года, наверное. Мы заметили, как мы все выросли за это время. Морально, эмоционально, профессионально. Мы все очень изменились. Это классно. Конечно, люди там, часть у нас отсеивалась, часть людей возвращалась. Это как-то не знаю. Мы действительно стали семьей, и это так волнительно, что ли, что во взрослом возрасте люди с разными взглядами, разными профессиональными какими-то моментами, да, потому что у всех есть какая-то работа вне театра. Есть, конечно, профессиональные актеры, которые только в театре работают, но это единицы. У большинства есть свои какие-то задачи вне театра. И все равно мы все встретились, все равно мы движимы одной идеей. Мы как-то вдохновляем друг друга, стимулируем друг друга. Это такая редкость. Это такое крутое комьюнити. Вообще, если вы не были на корпоративах у актеров, вы вообще не бывали на корпоративах. Это что-то абсолютно отдельное и крышесносное. Это театральный капустник, это безумие, которое происходит здесь и сейчас. То есть это танцы у нас не могут быть просто танцы. У нас любой дискач превращается в какие-то номера. Мы тут же что-то организовываем. Оно, точнее, само стихийно организовывается. Это очень классно. Я вдохновилась. Сейчас лето. Моя задача восстанавливать здоровье, потому что тот же корпоратив отразился на мне очень сильно. У меня два дня так болело бедро, мой забедренный сустав, что я просто на стенку лезла. Ну вот сейчас полегче уже, слава богу. То есть моя задача этим летом заниматься здоровьем, заниматься работой. Никакого отдыха мне не светит. Ну, господи. Я живу с мыслью, что я и не устала. Поэтому я никуда не еду. Вот такие дела. Надеюсь, ваше лето будет чуть-чуть ярче, интереснее, чем у меня. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы планируете провести это лето. Вроде рассказала обо всех своих каких-то новостях. Пишите ваши комментарии внизу, ставьте лайки, будьте активными. Спасибо вам огромное. И пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!